Приветствую вас, и в качестве дополнения к ответу моего коллеги, мне хочется сказать, что вы, конечно, можете подкорректировать свое поведение тоже, в том числе понять, например, что вашему товарищу нравится, что его привлекает, и, собственно говоря, постараться не давать ему этого, не давать, а именно показать, что вы можете ему это дать. Это касается и, в общем-то, поведения вашего, в целом вашего поведения. Это касается и ваших взглядов, и, там, например, стиля одежды, допустим, ну и так далее. То есть вариантов, в принципе, довольно много. И ситуаций, и позиций тоже довольно много. Главное, главное, чтобы вы, значит, готовы были корректировать себя и свое поведение. Но, ну, она понимает, что вы это можете сделать только лишь до известного предела. А потом все волей-неволей будет упираться в молодого человека, в его, скажем так, реакции. И если у него действительно есть какие-то проблемы, если у него действительно есть какие-то трудности, то вам эти трудности, конечно, вряд ли можно преодолеть. То есть, нет, преодолеть, конечно, можно, но нужно знать тонкости. Например, если, допустим, молодой человек сильно переживает из-за того, что он, ну, например, с вами, да, допустим. Вот, молодой человек переживает, его это волнует, беспокоит. То нужно более мягко, более, не бирать пять, более последовательно позволять человеку к вам привыкать. Нужен навык, навык поведения, поведение. А для этого необходимо разговаривать обо всем. В том числе и об этом. В том числе и об интимных шляхах. Вот. Необходимо доверие между вами. Вот. Доверие, не побоюсь этого слова, решает, если не все, то очень многие проблемы. И, если вы не уделяете внимания много, или достаточного внимания вы не уделяете доверию, то вы можете быть уверены, что, как бы, будут слости, будет проблематичность, будут подводные камни, вот, ну, между вами, между вами, между вами будут подводные камни, вот. И все это будет, конечно, приводить к тому, что будет страдать интимная жизнь, да и духовная жизнь, в принципе, тоже. Тоже будет страдать. Вот. Вот. Так, не надо думать, что... Это все изолировано. Друг об другом. К сожалению, нет. Не изолировано. К сожалению. Я думаю, что именно так можно ответить вам на вопрос в дополнение к тому, что сказал мой коллега, потому что коллега сказал, в общем-то, правильную вещь, да, что молодому человеку надо бы обратиться к врачу, если у него там есть сложности какие-то, вот. Если он хочет быть с вами, там уже. То есть, если он, например, с вами быть не хочет, или если он вами не дорожит, как таковой, да, вот, то это уже другой вопрос. Ну, ух ты. Вот, я думаю, я думаю, что именно так можно вам ответить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok